Отрицать успехи Украины в этой сфере не просто бессмысленно, но вредно и опасно. Вот украинцы не чувствуют, что они проиграли. Что осталось? Разрешить бить по территории всей России. Если атакамцы начнут наносить удары по всей глубине, сколько они могут нанести российское... Это будет действительно очень неприятно. Если они будут позволять бить атакамцами... Смотрите, мы беспилотники не можем установить. Но вот подождите, про беспилотники я отдельно... Которые медленнее летят. Отрицать успехи Украины в этой сфере не просто бессмысленно, но вредно и опасно. Отдельные наблюдатели с нашей стороны уже оценивают соотношение украинских БПЛА разных типов к российским как 6 к 1. Дело не столько в цифрах, сколько в тенденциях в сфере управления. Если до начала СВО там было 20 компаний, занимавшихся военными разработками, сейчас только дронами. Причем всех более-менее перспективных стараются обеспечить заказами и финансированием. Мы такой динамикой похвастаться не можем. Насколько ситуация критична в этой сфере и насколько это преимущество врага может стать стратегическим. Они как и не эффективно морскими беспилотниками парализовали нашу всю ситуацию на Черном море. То же самое происходит с БПЛА. Просто посмотреть статистику, сколько вылетает украинских беспилотников в течение месяца-двух. Мы видим резкий рост количества беспилотников. Мы сейчас читаем, там за ночь произошло, там что-то произошло, а если увеличится раз в 10. Представляете, какая будет ситуация? Это еще большая проблема в том, что они, вкладывая небольшие деньги, доставляют нам большие неприятности. Война идет на истощение. Очень важно как раз сколько это стоит. Нанести удар кинжалом или эскадером по каким-то цистернам с нефтью. Надо считать дороже или дешевле. Вот сейчас Украина покупает электроэнергию в связи с тем, что мы выбили часть мощностей на 20 миллионов долларов в месяц. Совсем небольшие деньги. Да, конечно, очень большие перебои с электроэнергией и все такое. Но падение производства, вот я вчера считал, у них падение производства всего лишь на 10%. Это не так много для такой ситуации. И все время надо считать стоимость наших ракет и эффект, который получил. Вот украинцы не чувствуют, что они проиграют. Отже, с Півдня что-то летело, если даже наши морские силы сбивали. Сколько и что залетало, что атаковали? Ну, власне, військово-морские силы подчас троновых атак працюют очень эффективно и сбиваются. В том числе, это и мобильные огневые группы в складе национальных військово-морских сил. Тому тут ничего дивного нет. Что касается силы засобов ППО, то они, конечно, присутні и на нашем национальном військовом флоте. Как, власне, и в других структурах. Сегодня ночь комбинованої атаки. Комбинованность была в том, что одночасно ворог запускал максимальную кількість, будем более точно знать, я думаю, уже за певный час, відповітряных сил и с Півночей, и с Півдня. Ну, конечно, это понимает, в чем мы там. Мета, перш за все, в том, чтобы виснажить нашу систему противоповітряної оборони. Давно досить таки не было так масово, чтобы запускали и Південь, и Південь одночасно. Одесщина цього разу, скажем так, півніще региону Одеського, він відпрацював транзитом. Хоча є попередня информация, что когда дрон-розвідник летел из акваторії Чорного моря, его удалось сбить теж над водой, как раз в районной локации Одессы. Надеюсь, что эта информация подтвердится, потому что, понимаем, разведник працюет фактически онлайн и пытается наводить одночасно и ракеты. Пока что с ракетами 4.5.0 ничего не имеет. Так вот, власне, до шахедов. Сьогодні з левого берега Херсонщини ворог намагался заходити дронами Камікадзе. Про північ, я сказал, и столица, бачимо, активно приймала участь у сбитии шахедов. Про виснажение ППО я сказал. Не зрозуміло тут психологичный фактор в том числе, потому что ворог розуміє, что люди вночі не так реагуют национал повітряной тривоги. Это відверто. Не всі прокидаются, не всі идуть до укриття. Тобто, было бы желание нанести максимальные руйнувания и задать наибольшие шкоды людям. Что таковало? Звычайно, мова идет про объекти энергетической инфраструктуры. Попри все те, что очень много уже разрушено, Украина пытается выходить, как мы видим, из этой кризи. С помощью союзников, в том числе, то ворог пытается атаковать сам эту инфраструктуру. Ну и, власне, критичная инфраструктура. Та инфраструктура, которая забезпечивает жизнь региону. Насколько мне известно, достаточно эффективно сили ППО працювали. Я, сподіваюся, данные ППС это уже подтвердят. Пане Сергею, в дзеркальнах, как-то кажуть, сторона медали. Бо якраз по ракетах по балістиці в Севастополі була тривога. По військових частинах і для мешканців міста пишуть місцеві пабліки. А завдяки тому, що вони таки розумні, ми вже станом на ранок знаємо про вибухи. В Джанкойському районі ми в Красногвардейському, як вони кажуть. І зараз дивлюся ще де. А, над селом Новостепове, Дим, це Джанкойський район. Красноперекопський район, також вибухи. Одним словом, з криками атакам з касетною частю, отак виглядала їхня ніч. Ну, власне, це те, що вони дуже добре вивчили і назви цих ракет наших союзників. І вони скрізь їм вважаються. Що насправді прилітало, для мене особливо неважливо. Головне, що прилітало результативно, ефективно. Так, вибухи лунали, працювали, звичайно, засоби протиповітряної оборони в Криму. Але, сподіваюся, що, як завжди, вони чимось все це приймають, у тому числі, і на території або військової частини, або, відповідно, військового об'єкту. До розвідка пройде, будемо знати, що було уражено. Я сподіваюся, саме, як мінімум, уражено. Джанкойський район, Красногордійський район, тут якраз зосережені, в тому числі, засоби протиповітряної оборони. І, відповідно, скажімо так, інфраструктура ППО, яка теж є законною цією, зрозуміло, для наших ударів. Сподіваюся, що вся інформація, вона не просто буде дорозвідана, вона підтвердиться, і матимемо, як завжди, позитивний результат. І, власне, про бумеранг. Якщо лунає сигнал повітряної тривоги, зокрема, в Одесі, ми про це попереджали ще роки-півтора тому, то буде лунати сигнал повітряної тривоги в Севастополі, зокрема. Бачите, і мрії збуваються, і слова працюють, а тим більше вчинки наших сил оборони. А за вашими підрахунками, який коефіцієнт корисної дії в брехні Розважаєвих і Міністерство оборони? Бо я просто пробую його вирахувати на прикладі аеродрому Міллєрова в Ростові, де вони сказали, що все збили. Ну, і, відповідно, є коефіцієнт корисної дії їхньої брехні. Те саме було з озером Бухтою Донузлау, з цією частиною. Як зараз, от ви вважаєте, коли вони говорять, що стільки-то ми збили, і все в нас хорошо, на який коефіцієнт треба множити, щоб розуміти їхню брехню? Ну, по-перше, треба завжди аплодувати і казати про те, що таким чином ворог підтверджує, що ураження, як мінімум, було. Підпишіться на канал і не пропускаєте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.